Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС Новости в студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долгожданный новый корпус. В Новосибирске достраивают еще одно здание для 34-й больницы. Шестиэтажный операционно-реанимационный блок почти готов. Когда начнут принимать пациентов, расскажет Екатерина Стывко. Пластиковые окна, бежево-серый фасад. Так сейчас выглядит новый корпус больницы номер 34. Судьба объекта непростая. Это один из старейших долгостроев города. Еще три года назад вместо полноценного блока была лишь кирпичная коробка. Учитывая, что здание 30 лет стояло без кровли, без всего необходимо было усиление стен, произвести балок, мы меняли перекрытие часть. Почти 8 тысяч квадратных метров. Строители уже провели коммуникации, заканчивают отделку. В будущие операционные уже устанавливают первое оборудование. Особое внимание – системе очистки. Воздуха за моей спиной большие шкафы. Это рециркуляторы, а на потолке – фильтры. Все это поможет создать специальный микроклимат в помещении, говорят врачи. Таких операционных будет несколько. В блоке разместят и отделение реанимации. Основное пожелание – попскорее сдать этот объект, потому что больница вам кардинально нужен. У нас корпуса 1.32 года хирургические, 2.76 года. И поэтому этот корпус нам позволит практически по новой переформатировать систему указания хирургической помощи. Места в новом блоке хватит и для травматологического отделения, и для приемного покоя, а также для регионального сосудистого центра. В корпусе их установят КТ и МРТ. Интересно, что раньше был построен переход подземный, и мы тоже к нему подошли. И который объединяет будет главный корпус, терапевтический и наш корпус. То есть все будут соединены. Решение о достройке губернатор Андрей Травников принял в начале 2020-го вместе с депутатами Заксобрания области. Это мой наказ 2010-го года. И в 2018-м году только на экспертизу мы 50 миллионов с помощью правительства выбили. Ну и вот сейчас видно, что эта программа у нас в области работает. 34-я больница обслуживает почти полмиллиона человек. Дополнительные площади увеличат и пропускную способность медучреждения. Это, по сути дела, реализация стратегического принципа, который мы для себя определили несколько лет назад. Как бы тяжело ни было, какие бы кризисы ни случались, какие бы трудности в экономике ни появлялись, в Новосибирской области больше не должно появляться долгостроев. И за последние пять лет, как вы знаете, ни одна стройка не была остановлена ни в пандемии, ни в прошлом году. Возвести новый корпус строители планируют до конца этого года. Екатерина Стывко, Сергей Жданов, Новости ОТС. На зимовку в гараж. Медведям, найденным в пригороде Новосибирска, создадут условия. Печи, освещение и большие клетки организуют общественники. Экологи нашли хозяев животных. И как четвероногие попали в промзону, какова их дальнейшая судьба, узнавал Александр Сульдин. Вот тут мишка. Маленький такой. Темнота, теснота и холод. Мишки почти не реагируют на свет фонаря. В маленьких клетках для перевозки пять взрослых животных. Лада, Буся, Леля, Кассандра и Джульетта. Звучные имена под стать профессии. Раньше звери были актрисами цирка. Сегодня вот здесь доживают свой век. Эти кадры снял эколог-общественник Дмитрий Шахов. Данный видеоматериал передадим в прокуратуру природоохранную. Видео попало в компетентные органы. Сегодня прошли проверки. Нашлись хозяева косолапых. Семья дрессировщиков Сергея и Марина Герасимовы. Оказалось, не первый год спасают медведей. В разгар пандемии застряли в Казахстане на гастролях. Вернуться в Новосибирск у них получилось. Местный бизнесмен предоставил помещение. Однако в последнее время не смог оплачивать электроэнергию. Так пропал свет и возможность запустить тепловую пушку. Кормить четвероногих пока есть чем. В моих руках ГОСТ 1986 года по питанию этих животных от еще советского ГОСТ цирка. Есть здесь и хлеб, и крупы, и различные фрукты, ягоды. Как ни странно, меда довольно немного, всего 30 граммов. Меньше только соли 10 граммов в сутки. Пенсионеры-дрессировщики Герасимовы такой рацион не потянули бы. Денег не хватает хронически. Помогают предприниматели. Отдают продукты с истекающим сроком годности. Для мишек это нормальное питание. Даже, я вам скажу, это рацион лучше, чем в российской государственной сортовой компании. Они получают все фрукты, овощи. Ну, сами знаете, у нас в магазинах все это есть. Активист-эколог Дмитрий Шахов сейчас намерен помогать хозяевам медведей и их питомцам. Соратник, мой помощник по Всероссийскому обществу охраны природы будет ежедневно привозить, помогать им привозить еду доставлять, воду доставлять. В срочном порядке на завтра будем устанавливать печь у Герасимовых. У них есть свои клетки. Они находятся на агроплембазе, на переселенческой улице. То есть наша сейчас задача организовать перевозку этих клеток. Об освещении гаража намерены договориться с сотрудниками столярной мастерской, которая располагается рядом с клетками, где живут медведи. Но проблема остается. Животные, которые годами работают в цирке, после остаются не у дел. Дрессировщики Герасимовы предлагают создать пансионат для таких четвероногих пенсионеров. Александр Сульдин, Андрей Руднев, Новости ОТС. Наукограду Кольцова 20 лет. Однако свою историю научный центр под Новосибирском ведет задолго до присвоения статуса в 2003 году. Сейчас там реализуют ряд уникальных проектов. Помимо вектора, сегодня там строится еще один уникальный объект не только для российской, но и для мировой науки. Это наш центр коллективного пользования, Сибирский кольцевой источник фотонов, СКИФ, как мы его любя называем. И мы понимаем, что два вот этих крупнейших научно-производственных объединения – это центр точно развития, мощного развития науки. Потому что уникальные возможности, которые мы имеем на векторе, мы, мне кажется, в полной мере оценили в период пандемии. Создана и развивается среда города, рождающего биоинновации, инфраструктура поддержки предпринимательства, инновационный центр Кольцова, бизнес-инкубатор, биотехнопарк с инжиниринговым центром коллективного доступа и профильной магистратуры НГУ. В 2018 году появилась новая точка развития – проект Академгородук-2.0. А уже в 2019 на территории Кольцова начали строить сибирский кольцевой источник фотонов. Есть и другие задумки, над которыми работает команда профессионалов во главе с мэром Наукоградом Николаем Красниковым. Важно было еще создать обстановку задержать молодежь активно отъезжающую, и поэтому мы гордимся, что единственные наукограды все эти годы поддерживаемые премием молодых ученых и стипендиями, которых уже более 50 доплачиваем муниципальным рублем. Все это позволило задержать молодежь как-то, конкурентность создать, и она сейчас отзывается уже открытиями на том же векторе. Ну и, конечно же, вот цепочка, как мы говорим, инновационных матрешек, инновационный центр, бизнес-инкубатор, биотехнопарк, биокластер областной – все это вот такие ступеньки, которые тоже прилипали друг к другу, укрупнялись и позволили создать такое биосообщество. Жители Новосибирска жалуются на повышение тарифов по ЖКХ. В телеграм-канале сибирской генерирующей компании рассказали, с чем связан рост цен. На сумму влияет разница между стоимостью реально потребленного количества тепла за год, которое показывают общедомовые приборы учета, и суммой, которую уплачивали в 2022 году. Также с 1 декабря прошлого года индексировали тарифы на коммунальные услуги для большинства новосибирцев на 200 рублей за гигакалорию. Если цена изменилась слишком сильно, в СГК рекомендуют обратиться в офисы компании или связаться с управляющей компанией. Непростое дело – 30 лет борьбы с ожогами. Медики областного ожогового центра спасли тысячи жизней за три десятилетия. С какими планами и перспективами подходят врачи к очередному юбилею? По статистике, выживаемость при такой ожоговой травме крайне низкая. И поэтому каждый пациент, который выписан, выжил после такого происшествия, после такой тяжелой ожоговой травмы, это для нас уникальный пациент. В ожоговый центр Саргис Нергиян поступил из Ордынской ЦРБ. Доставили на вертолете в критическом состоянии на искусственной вентиляции легких. Вспоминает, у машины взорвался бак. Сварочный аппарат упал на бак. И этот момент заискрил, и все, взорвался бак. Я не успел бежать просто. И все на меня. В реанимации провел 4,5 месяца. Всего в больнице больше полугода. Пришлось снова учиться ходить. Считает 11 мая вторым днем рождения. Хотя весной 2020-го никто не мог дать прогноз, выживет ли пациент. Если процент глубоких поражений больше 40, это критические ожоги. Если больше половины, сверх критические. У Саргиса было 65%. Когда Саргис был в кепочке, я говорю, сними, пожалуйста, кепку. Почему? Потому что мы только с головы брали 6 раз дудовскую кожу. 6 раз. Потому что при площади 65% всегда возникает очень серьезная проблема. Где взять кожу для того, чтобы эти 65% закрыть. В сложных случаях помогает работа большой команды многопрофильной клиники. Помимо помощи исключительно комбустеологической, приходится оказывать помощь и общихирургической. Пострадал человек. Автодорожная травма. Помимо ожогов, у него есть еще повреждения, требующие совместной работы. Хирургов абдоминальных, хирургов, указывающие помощь, скажем, при грудной травме. И ребятишки. Обязательно в комбустеологическом центре, как наше, всегда в работе принимают участие врачи-педиатры. Бывают и массовые поступления. Как, например, после взрыва на газовой АЗС на Гусинобродском шоссе в июне 2021-го. Собраны были коллеги всех специальностей хирургического профиля, которые находились на данный момент в больнице. Плюс к этому времени, когда пациенты начали поступать, и приехали еще коллеги, те, которые находились дома. 14 января 1993 года подписан приказ о создании областного ожогового центра. Подразделение и сегодня единственное в области. Есть люди, которые трудятся почти с самого основания. Среди них медицинская сестра Надежда Ильиных. Когда я пришла в возможности, то есть у нас не было такого оборудования. Давление мы мерили вручную. То есть сейчас новое оборудование, что это автоматически все делает аппаратура. То есть монитор, все видно, пульс, ЭКГ, давление. И у врачей появляется новое оборудование. Используют самые современные перевязочные материалы. Активное внедрение повязок различного типа на разные фазы раневого процесса способствует скорейшему заживлению этих ран. Ежегодно в областном ожоговом центре проводят около 800 операций. Немаловажную роль играет, конечно же, настрой пациента на выздоровление. Бывает при огромных, можно так сказать, площадях, критических, сверхкритических ожогах. Многие люди настроены на выздоровление, поэтому и процессы заживления идут значительно лучше. В чем принцип работы противоожоговых флюидизирующих кроватей и как помогают заживлению ран повязки, изготовленные из ракообразных? Расскажем в воскресенье, 15 января, в час дня в программе про здоровье. Наталья Цопина, Евгений Павлов, Новости ОТС. Прозрачный, прочный и не выделяет газа. Новосибирские ученые разработали новый вид высокомолекулярного пластика. Материал будут использовать и в науке, и в промышленности. Мой коллега Сергей Толмачев побывал на производстве и выяснил тонкости работы. То есть продувается газом нейтральным, то есть удаление кислорода происходит. Температура порядка от минус 10 до минус 20 градусов. При таких условиях жидкий полимер превращается в твердый. Процесс похож на работу с эпоксидным клеем. Только вместо отвердителя здесь используют пучок электронов. После облучения специальной установки начинается реакция. За работу принимаются активные радикалы. Они могут образовывать очень длинные молекулярные цепочки. Доходят до миллиметров. То есть мы можем делать полимер длиной в миллиметр. И, следовательно, из этих кусочков, фактически таких ниток, можно сделать очень прочную ткань. И вот наш полимер — это, говорят, тканный полимер из этих на макулярном уровне. Этот полимер, как говорят химики, не пылит. То есть практически не выделяет газа с поверхности. А значит, идеален для использования в ядерных ускорителях. Особенно в условиях, когда нельзя применять металлы. Это очень прочное изделие, прозрачное. И не портит вакуум. Уже пробовали в ускорителях применять. И получили очень высокую степень вакуума. Первые опыты начали еще пять лет назад. Под руководством известного исследователя Александра Варанда. Химики вместе с ядерщиками провели сотни тысяч рабочих циклов. Сейчас результаты впечатляют. Это действительно пластик нового поколения. Ему можно придать абсолютно любую форму. Например, в этом эксперименте использовали хорошо всем знакомую двухлитровую бутылку. Кроме того, в Яв поставили мировой рекорд. Если в других институтах толщина монолитного слоя не больше 20 сантиметров, то вот только у меня в руках, ну, наверное, 35. И этот слой можно наращивать до бесконечности. Кроме того, меняется и свойство. Обычные пластиковые очки могут превратиться, по сути, в стеклянные. Автомобильные стекла, да и сам корпус тоже можно изготовить уже сейчас. А вот иллюминаторы для глубоководного батискафа еще нужно разработать. Это одно из направлений. Пригодится новый материал в авиастроении, особенно для вертолетов. И в медицинских целях. Если ввести туда изотоп определенный, да, что можно сделать в яфе, и покрытый этим пластиком, он альфа-частицы будет излучать и уничтожать раковую опухоль. Но в то же время он безвреден в том смысле, что изотоп не может попасть в организм. Он закрыт этой капсулой. Дальнейшие эксперименты будут связаны с решением новых задач, одна из которых добиться электрической проводимости пластика. Это будет очередной прорыв в создании новейших материалов. Сергей Толмачев, Алексей Зубила. Новости ОТС. Согревая тех, кто на страже Родины. В Новосибирске добровольцы под эгидой волонтерской организации «ЗОВ-54» начали производить окопные свечи. Также готовят гуманитарную помощь для фронта. Мастер-класс волонтеры провели для моего коллеги Станислава Блинова. Если мы потрогаем, это теплое еще. Чувствуешь? А это холодное. Следовательно, это уже остыло. А вот это еще нужно будет остудить, и она еще больше осядет, и потом дозаливаем. Сама идея окопных свечей не нова. Примерно такие же свечи, только и снарядный гильз, делали бойцы во времена Великой Отечественной. В наши дни в жестяные банки укладывают кусочки картона и заливают парафином. Секретами технологии делится Арсений Лаевский. Надо, чтобы картон намочился парафином, чтобы он лучше горел. Потому что если будет мало парафина, картон просто быстро сгорит. Небольшая свеча горит 4-6 часов. Те, что побольше, 8-10. Их легко тушить и зажигать заново. Так можно и самому согреться, и еду разогреть. А солдатский котелок сгибает за 15 минут. Такие самодельные свечи назвали теплышки. Цех работает всего чуть больше месяца. Если в первую неделю сделали всего 53 штуки, было мало рабочих рук, то уже на второй неделе сделали больше 300. Ну а общее количество к этому моменту перевалило за полторы тысячи. За несколько недель к движению «Окопная свеча» присоединилось почти 300 человек. Участие принимают и взрослые, и дети. Ребята 103-й школы в подарочек всегда кладут конфетку и карбок-спичек. С теплом и любовью, с надеждой и верой, ребят. На парафин плавят свечи, а банки берут любого размера. Пригодились и жестянки из-под зеленого горошка, что остались после установленного недавно в Новосибирске мирового рекорда по приготовлению 4-х тонн салата оливье. Россия такая страна, которая в трудовую минуту всегда сплочается. И когда начинаешь объяснять, что это действительно нужно и важно, народ понимает, что да, это действительно стоит того, и откликаются. Потому что русская душа, она такая открытая, богатая на добрые дела, и поэтому люди сплочаются. И работать всегда вместе легче. Многие уже не новички в волонтерской работе. Галина Халина рассказывает, из своего ТОСа отправили уже 4 партии гуманитарного груза. Общим весом намного больше тонны. А о движении «Окопная свеча» узнали через социальные сети. Работа тыла всегда была не снабжением глобальным, да, пищевыми продуктами, там, одеждой. Это все государственные важности, да. А наши в ту войну вязали варежки, вязали носки, валяли валенки. К собранному, сделанному и сшитому гуманитарному грузу добровольцы относятся не просто как к необходимым вещам. Люди говорят, мы дарим подарки. И огромные партии таких подарков идут на передовую в среднем каждые две недели. Станислав Блинов, Евгений Агеев, Новости ОТС. Черные кошки, пустые ведра и разбитые зеркала. Каждый третий житель Новосибирска верит в народные приметы. Женщины более суеверные, чем мужчины. Таковы данные опроса, проведенного онлайн-порталом «Суперджоб». Аналитики сайта выяснили, представители каких профессий больше других верят в это. В лидерах медсестры, следом идут продавцы-консультанты, замыкают тройку менеджера по туризму и квалифицированные рабочие. Не подвержены суевериям представители IT-сферы и менеджеры по маркетингу. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова